Ассаламу алейкум Дагестан, доброго времени суток всем, кто смотрит проект еженедельника Свободная Республика под названием Ужин Негодяев. Самые злые языки этой республики собрались за столом негодяев для того, чтобы обсудить итоги и обсудить новости первой недели Нового года. И ведет этот Ахарзаман бессовестно прекрасная, божественная жера Олега Тимофеева. Здравствуйте, Новый год, мы снова с вами. И как всегда начинаем с первых полос наших еженедельников это новое дело, Плодная Республика. Так, и еще. Еще один. В коллегии на первые полосы вынесли новости, посвященные предвыборной гонке. Я напомню, что вот Салман Дадаев, о котором мы так часто говорили, на концерте подал свои документы. Ну вот чем отличается Республика, мы здесь затронули все новости, все самые важные новости, которые происходили в 2018 году. Я думаю, мы их сегодня все и вспомним. Ну, так или иначе, мы будем касаться этих новостей. Но вот, когда вы сказали про предвыборную гонку, Вера Олеговна, подождите, подождите, Томир Асланович, подождите. Когда вы сказали про предвыборную гонку, у меня просто одна ассоциация возникла, это имитация оргазма. Нет никакой предвыборной гонки. Все уже все знают. Кстати, как у вас по отчеству, Магомед Асхалыч? Да я так и думал, между прочим. А Томир Асланович? Тут вот я ухвачу у Веры Олеговны вот это новое дело. Опять-таки крупно покажу, может быть, здесь черным по белому написано. Один в поле не кандидат. Вот этот заголовок, он ключевой, потому что этот заголовок в газете «Новое дело», он ложится в канву тех материалов, которые прошли на моих личных глазах, я обратил внимание, которые были спровоцированы, инициированы теми людьми, которые вроде как должны лоббировать на значение продвижения Салманова. Имя! Имя, брат, имя, имя, брат. Назови мне его имя, сестра! Ну, некими лицами из администрации главы и правительства республики Данис. Опять лизинские ветры, да? Что интересно, что нам, с одной стороны, подают информацию, что администрация главы и правительства лоббирует Дадаева на пост мэра Махачкалы, но при этом из самой же администрации идет ветер о том, что один в поле не кандидат. И подчеркивается информация о том, что пока сдал документы только Дадаев. И, собственно, их конкурс... Уже, может быть, сдал. Вы подозреваете, что там хотят кого-то еще представить? Нет, там никого не хотят, там хотят, чтобы оргазм, если и был сымитирован, чтобы это было натуралистично. Понимаете? Мне кажется, что люди, которые вроде как проводят этот конкурс, сами же этот конкурс и дискредитируют. Ну, подождите, если будет кандидат только Салман Дадам... Ну, вот вопрос, для чем они это делают? Если будет кандидатом только Салман Дадам, это будет не конкурс. Это будет состоится. И, соответственно, зачем люди, которые проводят этот конкурс, подчеркивают, что конкурсант только пока один? Магомед Асхалович, а вы за кого болеете в этой предвыборной якобы гонке? Да нет, ну, у нас так часто меняются мэры, что уже в персоналиях, в принципе... Мы разменялись. Да-да-да, у нас, как говорится, вкус отбит. Я думаю, макшикалинцам достаточно будет того, что дороги будут без ям, горячая, холодная вода будет стабильно поступать в кран, а в розетке будет 220 вольт стабильно, и, собственно, больше ничего нам не надо. Остальное мы сами нарисуем, и памятники сами построим, и скверы замутим. Про памятники мы еще поговорим. Пока вы меня жестоко не перебили, тут новое дело... Да, вот Тагира на вас нет. Новое дело здесь, в частности, пишет, что публично о своем намерении выдвигаться в мэры Махачкалы пока заявил только экс-глава дагестанского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы от Башкирии Гаджумурат Амаров. Вот его цитата. «Я намерен всерьез включиться в процесс. В ходе выборов все увидят, насколько объективно и честно они пройдут. Убедимся, пришла ли Россия, в частности, в Махачкалу. Как это отразилось на возможностях горожан избирать себе власть и руководителей?» Стоп, Вера Викторовна, пришла ли Россия в Махачкалу? Если будет избрана... Это же Мурат Амаров, значит, она пришла, если нет, значит, она где-то шляется. Подождите, кто-нибудь понимает вообще, что там было написано? Я тоже не поняла эту речь. Махачкал, вы самый умный из нас, вы в очках. Человек, наверное, объясняет тем, что в прошлый раз, когда до появления России, он сам здесь появлялся, его здесь побили. Если его хотя бы не побьют в этот раз, когда он появится в Махачкалу, значит, Россия где-то здесь. Там же, где он стал депутатом, его уже там не бьют. От какой? От Башкирии. Вот, вы знаете, меня вот удивляет, как они становятся депутатами от Башкирии, или как Резван Карбанов стал депутатом от Крыма, от коммунистов. Ребят, как они... А у нас же тоже есть какой-то депутат, которого мы никто не знаем. Если сейчас наше пошерстить, там был, во всяком случае, по-моему, кто-то, кто по партийному списку вагоном пошел. Вот я не знаю, а как они становятся? Это как надо попасть в эту обойму? Не, ну зачем попадать в обойму, Зурбик Магомедович? Вот, ну, бывает так, что у вас друзья в Крыму. А у меня друзья где-нибудь в Башкирии. В Башкирии, да. В Татарстане много, без вас поможешь. А еще бывают чемоданы, которые появляются. Ну, я все-таки горда, например. Мне тоже где мандат выделили, там бы я, как говорится, и обмандать. В мандаты доверия нету, понятно. А вообще, знаете, извиняюсь, что перебиваю, мне эта риторика напомнила. Знаете, пришла ли Россия в Дагестан? Помните? Нет. Россия должна войти в состав Дагестана. А, ой, нет. Я вообще хочу, чтобы Россия вошла в состав Дагестана и стала частью Дагестана. Ханжан Кырванов, он прекрасен. Он прекрасен. Мне кажется, если он не дальше так пойдет, надо будет делать цитатник от Ханжана, и это будет очень круто. Ну, кстати, у нас есть еще один возможный кандидат, на пост мэра, планирует выдвинуться бывший председатель правительства Мухтар Меджида. Так. А вот здесь Черновик дает калаш, интересно. Они в калаше, видимо, в качестве кандидатов на мэры. Вот люди, искренне любящие Махачклу, ее возможности ждут команды Васильева. Здесь на первом плане Набиулла Карачаев, я вижу, Мурат Алиев, действующий, исполняющий обязанности, вот вышеупомянутый вами Хажумурат Амаров, Салман Дадаев и некто из народного собрания. Набиулла Карачаев любит город, мы все, наверное, видели уже, да? Это видео разошлось просто в соцсетях. Ваше сердце на этих праздниках было отдано. Я люблю смотреть, как другие работают просто. Какая вы жестокая. Как я вижу, как она лежала, полулежа попивала мартини. Вы еще не все знаете, у нее есть корона. И она вот в этой короне, она надевает на себя корону, берет, да, берет букал, мундштук. Мои рабы подают мне букал. Да, 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 другие рабы, Маша, да. По халам, в общем, вот так, Вера Олеговна, вот так провела новогодние праздники за просмотр. И знаете, очередь на трудоустройство рабами Веры Олеговны через Заура Газиев. Да, 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 да. И все это, да, и все это по типу, как в народное собрание с чемоданами. И вот Вера Олеговна на Рапиде несколько раз смотрела, вот как она била Карачаев, бросала мусор в мусорку. Он был прекрасен. Мне тоже очень понравилось, как наводили чистоту наши чиновники. Я думал, что Вера Олеговна лежала. Ну, это хом-видео, я не буду, как говорится, выносить на публику. А так, не знаю, мне нравится. Там столько отзывов каких-то очень совсем ядовитых. Вот это, наверное, то самое дело, которым должен заниматься министр и так далее. Чего вам? Все не нравится. Не, ну, в принципе, все отлично. Парень нравится, мне нравится. Если бы мы не знали, кто такой Набилар Карачаев, мы бы, может быть, и поверили бы. Но ни одного слова от этого человека я не верю. Смотрите, давайте так, давайте так. Есть же игра, в любом случае, есть правила. Они делают вид, что стараются, мы делаем вид, что верим. А как имитация оргазма? У нас, в принципе, все так странно. Я бы, знаете, что сказал. Проблема наших лично дагестанских чиновников, из раза в раз она повторяется. В том, что когда наши дагестанские чиновники хотят совершить или совершают какое-то действие, они гнушаются, да, они не продумывают или гнушаются качество информационной подготовкой. Я вот, чтобы понять, почему Карачаев подметал мусорку, я чуть-чуть углубился в прессу, я обнаружил, что сейчас министерство экологии является оператором по уборке мусора вообще в Дагестане. Но мы переходим на новую систему. Да, Мурат Алиев уже как мэр к ней не относится. Это действительно все, там пять операторов, они подчиняются Карачаеву, и Карачаев за них ответственный. Соответственно, он действительно занимается тем делом, которое мы сейчас поручили. Но если бы это информационно подготовили, то его веник он бы лег бы в какую-то общую конву. В контекст, да. И мы действительно все бы изображали то, что вы говорите. Вы боитесь слова оргазма? Ну, информационное, да-да-да, давно забытое слово. Ну, конжа, кошмаржа. Пусть вождественный род не покидает это слово. Но проблема в том, что наши какие-то пиарщики, пиарологи и пиарасты, они очередной раз показали чудеса своей работы. Они прекрасны. Ну, слушайте, они пиарили 1 января. Ну, слушай, поймите. Пиарили, пиарили, да не выпиарили. Голова болела. Так. Еще одна новость. Дагестанский ФОМС возглавил новый руководитель из Крыма. И зовут его Андрей Карпеев. Об этом пишет и новое дело, и свободная республика. Не знаю, говорит ли об этом Черновик. Это вот местка за Резвана Курбанова. Вот ни хрена было отправлять Резвана Курбанова вот туда, и тогда бы мы не получили бы господина Карпеева. Ну, он молодой, симпатичный, он, ну, наверное, даже профессиональный. Вот одно хочется спросить. У него что, есть 10 жизней, чтобы вот свою единственную прекрасную жизнь провести в Махачкале, в ФОМСе, где 800 миллионов долгов. Наверное, нравится вид на море, почему нет. Они на море приезжают, я думаю, южный регион. Он из Крыма приехал, алло, у него там море, алло, у него там свое море. Я уже абстрагирую? Пускай, 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 да, 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 вот тем более у нас коньяк лучше. У нас песочек на пляжу, у них там камешки, да, вот только из-за этого. Больше никак объясните. Да, песочек, да, это реально конкурент. Галька не то. Просто, просто, я понимаю, если бы там был, у нас был только песочек на пляжу, там песочек у него и в почках пойдет после того, как он поработает у нас, как он попьет нашу водицу, как у него попьет крови, кровицы, да, Жвера Олеговна? Да, да. Так, кто-нибудь еще хочет сказать хорошего про Андрея Карпеева? Ну, долгого хочется пожелать ему пребывания на свободе. Так, вспоминая его. Вспоминая его предшественника, а так, что больше всего. Нет, его предшественник был хороший человек. Я не говорю, что плохой. Судьба злодейка. Судьба злодейка. В Фомсе должны работать только хорошие люди, чтобы, когда их посадят, нам было кого оплакивать. Вера Олеговна. Давайте все-таки, наверное, перейдем к итогам года. Так. У нас есть... Зорбек Гадзи Магомедович несравненный написал несравненно прекрасный текст. Так. И вот я предлагаю обсудить и вспомнить, что же было прекрасного и замечательного в прошлом году. Может мне выйти, мне так неловко после вашего... Нет, оставайтесь. Только не краснеть. Я уже практически показал. Давайте без ложной скромности. Зорбек Гадзи Магомедович. Почему ложная? Почему ложная? Потому что ложная Зорбек Гадзи Магомедович. Не то, чтобы не согласен с глупостью года, я просто впервые об этом человеке услышал. Вот так я не проинформировал. Давайте для тех, кто не прочитал итоги года в Свободной Республике, то кто еще... Это будет анонс. Это был трейлер. Почему по поводу глупости года? Честно говоря, очень хотелось назвать эту номинацию подлостью года. Потому что, когда глава района, в котором больную женщину несут на руках из отдаленного села в больницу в район, потому что нет дорог, да, и вереница мужиков несет, сменяет друг друга, женщину пешком, да. Когда из такого района человек приезжает на встречу с Путиным и просит репрессий, а не дорог в свой район. Вот этого я не понимаю. Это глупость или подлость? Это подлость. Понимаете, ты хочешь вытанцевать перед президентом страны, но тебя эти люди избирали. Ты каждый день их видишь у себя. Был пламенный танец фламенко, надеюсь, по поводу вытанцевать, как это действительно представило. Не знаю, видеозаписи есть. Вы можете посмотреть. Недавно попался ролик про фламенко. Вы его лицо видели? Ну да, и фламенко. Он не танцор. Вообще никак не танцор. Ему точно что-то решает. Но если вот Магрита Асхабовича вот эта номинация заинтересовала и вызвала у него вопросы, у меня, например, вопросов нет. Потому что как только вот это произошло... Ну, недостаточно медийности, мне кажется. Единственное сломое место. Ну, вы имеете право на свою точку зрения. Еженедельник. «Свободная республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная республика» в ближайшем киоске. По поводу халявы года. Ну, ребят, ну, это невозможно забыть. Эти халявные телефоны, которые подарил Рамзан Ахматович. Он все-таки подарил, да? Подарил. Это было в прошлом году, да? Это было в прошлом году. Видите, как летит время? А вы как думали, когда это было? Я старался это побыстрее забыть. Это в связи с чем? Ну, когда ты испытываешь такое количество испанского стыда... Испанского стыда по поводу... За всех. За всех? Кто к этому причастен? По главе со Стивом Джобсом. Да, он тоже в ответе. Ну, хорошо. Частично, да, получается. За падение нравов в Российской Федерации. Ну, не знаю. А когда они были высокими? Им надо было отказаться, что ли, от телефонов? Я не понял. Испанский стыд. Главное, Заврага Газимакомедович, чтобы, если вдруг, допустим, Рамзан Ахматович завтра откажется от должности главы республики, чтобы какие-то джигиты не приехали забирать эти айфоны, в свое время некий джип. Гони рубль, расти, у них не опонят рубль должен быть! Сегодня буквально пресс-служба администрации Дербинской выпустила информацию о том, что, я напомню, семья, вот тот мальчик со своей мамой, которую убирали улицу, мы обсуждали это в предыдущем выпуске, вот мэр пообещал им квартиру, сегодня они, наконец, туда въехали. 56 квадратов, новая квартира, серый ремонт. Ну, как-то вот они это так называют, да. А Пип Нурмагомедов у нас тоже как общественный помощник. Нет, он думает, он хочет. А, он еще думает? Да, он думает. Ему только предложили. Ему предложили. Поэтому вот неизвестно, будет он на это кяфирское государство работает? У мальчика открылись широкие коррупционные возможности. Я предполагаю, что при должной Дербентской охватке он еще пару квартир за год себе еще... Нет, 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 это же Дербент, там все иначе теперь. Ну, конечно. Там все сейчас честные, да? Там сейчас все работают. Все честные. Вот поэтому Регина Шофеевна, которая душой в Дербенте, она следит за тем, что там происходит в Дербенте, ее информирует, поэтому голос Дербента у нас сидит вот здесь. Вы только попробуйте еще что-нибудь такое предположить, и вы отгребете от Регины Шофеевны, бутылка и мевера по голове. Вот, Дербент Газимович, вы меня, честно говоря, разочаровали немного. Я когда смотрю на этот калаш и вижу номинацию «Загадочная женщина года», я просто представляю там вашу любимую Рабиат Закавову. Вы как могли ей так изменить? Закавова. Вот вы сейчас режете по-живому. Понимаете, Загадочная – это женщина, которая пришла и все загадила. Понимаете? А чем она вам не угодила? Вот как раз и нет Рабиат. Нет, Раги, так Рабиат, она просто красивая женщина. Как можно было избавиться от красоты? Вот люди, которые выгоняли Рабиат Закавову, сорвуты, они не любят красивое. У них просто отсутствует всякое чувство прекрасного. И мне кажется, что их судьба за это накажется. Сейчас должно прозвучать слово «оргазм». Вы все-таки выучили это слово. Мне нравится. Как можно было отказаться от Рабиат Закавова, я не знаю. Она неповторима. Мне кажется, что она все равно придет к власти. Мне кажется, что они специально ее убрали. Они специально убрали ее из министров. Они просто готовят ее на главу республики. Вот когда Владимир Абдулевич... Я что-то где-то на даче в Подмосковье, да? Ну, видимо, не знаю. А вы что-то про нее знаете? Нет, я могу только согласиться. Убрали красивого министра, жаль. Да. По Толстиковой что, Заурбек Газимагомедович? По Толстиковой? Нет, про Толстиковой я могу говорить часами. Ну, давайте вкратце. Две минуты, как вы нас учите. Ну, не могу я вкратце. Понимаете, когда человека, которого взяли на работу, а это очень специфичная должность, увольняет всех, кого можно уволить, и работать там некому, и когда люди месяцами ждут оттуда бумажки, да, какие-то бумаги, и когда, по-моему, пару раз даже с Дунов, да чего уж терпеливый Артем Алексеевич, дай Бог ему здоровья, выжить еще один год в нашей республике, когда он делает ей замечание о том, что она тормозит работу, то, в принципе, тут говорить нечего. Вот. И потом она сделала наш прошлый год. Она реально была главным антигероем. Так. Хорошо. А вот мне интересно, это национальная политика такая, или вот вообще, вот мне все время интересно вообще, кто такая Толстикова, что она такого делала. А вам не интересно, кто такой Снегирев, откуда он взялся, каковы его взяли? Это интересно. Вот у нас такие же вопросы. Нет, если это национальная политика, я тоже наполовину русская, вы про меня тоже не забывайте. Так вы и говорите об этом почаще. Или какие-то еще заслуги есть перед Отечеством, перед Республикой, перед городом. У вас мама русская и папа юрист. Типа того, да. Так вот у нас, папа у меня этот, инженер-стоятель. У те, у кого мама русская и папа, может быть, даже инженер-стоятель, они у нас в почете, они у нас в Госдуму. Вот и я думаю. А, понятно, вы чистопородная Доргинка. Да, вы чистопородная Левашинская Доргинка. Да, у вас практически волчий билет. Левашинская квота исчерпана полностью. молодец сыночек трехочковый мальчик иди в жопу отсюда я смотрю на все эти новости и вот не хочу на все эти номинации да не хочу конечно говорить о плохом но все-таки беда года как вы помните калима тамарову нашли все-таки мертвой и вот я просто хочу понять вот кто-нибудь из сидящих за столом слышал а что дальше ну вот нашли ребенка и что и все и тема заглохла наверно там какое-то следствие я не могу так плохо думать последнее то что я слышал то что родители собирались бастрыкину по обращаться по какому-то поводу видимо с просьбой взять опять-таки под личный какой-то контроль там нас значит знаете что самое нехорошее вот эта беда осталась бедой родителей бедный калимат хотя пока это дело не будет расследовано ни один родитель в дагестане не может быть спокойным если это дело рук маньяка то этот человек на какое-то время успокаивается потом снова начинается это не заканчивается вот в одном моменте помните регина швина вы тоже говорили да когда там девочку загрызли да хотя люди которые знают собак они говорят что собака не может загрызть там шесть сколько там шестилетнего ребенка так не бывает но ребенок бы кричал ребенок-то бы услышал силу да конечно просил бы помощи поэтому здесь меня удивляет общественное мнение которое вдруг раз и все забыли просто я почему хочу еще раз напомнить нашим зрителям об этой ситуации но все мы очень часто слышим про убийство братьев гасан гусейного про них не забывают мы пытаемся в этой истории разобраться да конечно он пытается что-то сделать а здесь как-то раз вот ребенка нашли мертвым это тоже беспрецедентный случай для все успокоили и все и мы все забыли об этом а почему мы молчим еще про то что двоих или траве детей вот именно в ситуации поиска калимат еще тоже также нашли причем нигде ни один родитель не заявила пропаже ребенка это что за жертву вообще что забыл 2 девочка была там понятная история что мать пошла на свидание забрала с собой ребенка пока она там вдоль реки прогуливалась со своим ухажером ребенок упал в реку и рекой и и смыла эту девочку и потом нашли утопник мама побоялась свою мать и сказала что она пропала это чудовищная история конечно поэтому она не папа поэтому искали вроде бы нет же женщинам которые вот для которых любовь в жизни важнее чем дети вот одна большая просьба вот вы сначала определитесь со своей личной жизнью потом рожайте уже себе детей если просто дети это последствия их личной жизни ну тогда не надо просто последствия не тебе не нужны эти последствия зачем тогда ты их плодишите тысячи без бездетных пар ищут возможности усыновить удочерить то заполучить ребенка у них этой возможности нет а вот такие до кукушки что делать вот они и рожают и выбрасывают и вот где справедливости ленская про которую столько мы говорим но это не к нам это уже наверно хорошо а что она сказала своей матери когда вот вдруг ребенка рядом с ней не стало не оказалось а ребенок пропала сначала сказала что он пропал она пыталась тянуть время потом думал думала найдется а потом выяснилось что рекой у косма принесла у меня еще один вопрос я думаю что тоже мы все об этом забыли помните в прошлом году и вы зарубе гадима гонич поминаете об этом все статье министр информации я сейчас честно говоря точно не могу обозначить эту должность потому что она каждый раз меняет длинная очень сергей снегирев придумал дарить дешевые смартфоны за донос и я помню что это действительно тогда было просто новость дня и все об этом писали а потом и чё в результате никому чем подарили кто ничего не донес да ну позорище ради бога вы вот вы как себе представляете да кому они подарят во первых это был iphone самой дешевой версии насколько я понимаю да и потом извините а как вы будете определять а как вы будете отчеты по я вот поэтому интересует чем все это закончилось да не могло но чем-то закончится кроме как позором для тех кто это придумал поэтому когда люди вот вы правильно говорите почему как у нас вдруг становятся министры когда люди которые не знают дагестан не понимают его его в некоторых случаях откровенно ненавидят когда эти люди становятся министрами а потом мы по две по три недели бегаем за этими министрами из-за какой-нибудь простой бумажки да вот тогда вот так и получается а это знаете когда получается зорбек из магомеш когда человек сидел где-нибудь небольшой конторе бюджетной и работал на примерно 18 тысяч рублей в месяц иногда получал премии потом вдруг неожиданно нежданно негаданно друзья или там однокурсники бывшие попадают в правительство там может быть конечно элита там может быть столбовые дворяне сидят и вдруг его вытягивают из вот этого вот бюджетного понимаете дна и ставят министрами вот тогда ты вот это все и случается с человеком это же просто полная переоценка ценности из себя то он становится сверх личностью сверх человеком вот она понимает я мы помним это проображение а помогами теку ахмедову в том числе мы с вами что хорошо его что там получилось на ргвк и как из конечного доброжелательного человека вдруг вылупилась такая звезда злобная да и такой отвратительный руководитель что вот я все равно скажу что вы недооцениваете ситуацию с магомед беком ахмедовым потому что все-таки нужно признать за ним должное он свое время бегал с фотоаппаратами с микрофонами он писал длинные воды когда еще было типа был можно сказать никем и ничем поэтому рамазан гаджимурадж просто не забыл бывших но рамазан гаджимурадж был благодарен к своим бывшим друзьям и он не торопился избавиться от тех от кого можно было бы избавляться просто сразу так он старался он хотя бы себе дорогу прокладывал какими-то ныряниями поцелуями послушайте проложить себе дорогу сесть на должность бог с ним да это уже личная девочка можно даже как как любил говорит там но там можно же переспать ради должности но в конце концов вы попадая на должность а теперь надо отыграться на других зубе газе магомедович столько было пережито позора унижений столько было кризисов позади пережиток человек каждый день вставал и думал для чего я живу почему почему мне так он жертв неудачно выбрал вас и меня вот так и обманался хорошо вера ли мне показалось что люди из народа должны думать о народе и не должны меня это вам так казалось получается нам это вы что самая большая мечта раба получившего свободу заиметь своего собственного раба это это созависимые отношения в том числе и к психологии так у нас у нас итоги года у у нас первая программа в этом году поэтому давайте говорить о веселом например да а приятном веселом что они вода может поговорим очень веселый фестиваль года война года прям очень веселый все в одном веселье ну ребят ну а как не веселиться потому что то во что это потом превратилось не может карнавал сейчас сейчас наверное это легче анализировать или каким-то образом пытаться расставить все точки над и потому что во первых эмоции по убавились по утиху по утиху как говорится этот информационный шум и люди просто займутся своим делом общественники или там журналисты будут делать то что они обычно делают а спортсмены и шоумены нужно займутся именно своим делом у них это вполне хорошо получается я думаю каждый в принципе сделал выводы и если вот совсем в темных тонах это все воспринимать даже в самой плохой ситуации в самый трешевый момент развития событий и по закрытию там тех же ночных клубов и поводу на неделю закрыли естественно кто ждал иначе да и по отмене там концерта криды и там того же фестиваля аниме да вот понятно все это трэш 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 чернуха но есть даже вот в это в этой чернухе один маленький положительный элемент того что допустим вот по той же статистике отмены разных концертов по стране когда выдавали там по карте да да там отменят концерты не в махачкале от нет еще других городах но очень важный нюанс практически нигде это не было сделано без участия власти то есть как правило где-то директива сверху спускалась и допустим инициатива мэра или вице губер и еще чья-то а дагестан он как-то отличился в этом смысле пусть и не очень красочных тонах именно тем что это сами люди взяли на себя инициативу или поддержали высказывание публичного лица или допустим какого-то там авторитетного спортсмена это это скорее положительный признак того что если сегодня это гражданская да 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 как бы какие-то зачатки гражданского общества в свое время там история с парк наш там или еще какие-то аналогичные истории если вот это все рано или поздно выльется в что-то более-менее предметное и завтра это же общественность будет обсуждать действительно важные вопросы и действительно будет конструктивно работать надежда есть знаете вот в этой истории да вот не но я еще хотя бы хотя бы вот что-то положительное даже в этой истории да да скажите а мне кажется что наоборот это знаете последний глаз вопиющего олюмпина я бы сказала который уже чувствует что мы нигде в принципе не дают ни слова и мыслить он не может свободно они в оппозиции ним никакой не может участвовать ему везде дорогу кислород перекрыли и вот он наконец-то нашел маленькую лазейку где можно поорать вот мне наоборот кажется он сейчас по кислородам проклятится люмпин это везде хватает я имею ввиду вот люмпин наш молчит вы понимаете он везде смотрите какой момент да вот их не волновало как-то вот отменяли всенародные они боялись они боялись говорить и да их не их не не сильно беспокоило да скорее не беспокоил да когда это когда речь шла там о выборах в народное собрание в муниципальные органы власти их вообще ничего не волновало когда их лишали права на свой родной язык да когда были какие-то на совершенно сумасшедшие законы да никому это было неинтересно и тут вдруг их всех взволновал крит так что вы говорите да и вдруг вас волновали бедный этот театр аниме да ради бога да понятно что эта толпа управляема она не просто так по с не верю я что просто так эрозии до вдруг начнет и когда и лишь мог он просто обломал зубы на сами знаете на каком конечно да вот поэтому о том что толпа может что-то полезное привнести в нашу жизнь я не верю они зажигаются только вот на том где можно кого-то коллективно обосрать унизить оскорблять да это же просто вот этот нет ну знаете как не конкретно по персонам не именно эта толпа завтра сделать что-то полезное да и будет оставить там какие-то вы видите что отработан механизм вот да совершенно верно то есть институционально когда понимают что есть вот такая логистика и можно через определенные это дверь которая открылась для всех и для хороших людей и для плохих а демократия она такая она она страдает вот этой как говорится демократия к счастью это не только процедура это еще и система ценностей когда мы определяем что такое добро и что такое зло что можно что нельзя система каких-то табу и вот в системе табу цивилизованного человека нет коллективной травли понимаете когда вот этот все должны через это пара лоббированная компаниейщина я так думал и мы догадываемся откуда ее лоббировали да и в принципе в дагестанском обществе думающего есть понимание того откуда эти ветры дули кстати вот право коллективную травлю никого чича и он говорил про коллективные травли насколько это не круто и каждый из нас вот здесь сидящих ну пожалуй да пожалуй каждый из нас оказывался конечно объектом или коллективная называется да и как и как люди кайфовали а потом когда начинаешь понимать почему это происходит начальник давит жена гнобит дети сволочи денег нет и вот он вырывается в интернет и начинает вымещает да на тебе ему даже безразличным так кто мы вообще как мы да он ему без разницы что-то причиняет людям боль он просто это делать для того чтобы избавиться от своей боли поэтому я не верю что какие-то могут быть механизмы оздоровление общества за счет вот таких механизмов но вы можете придерживаться своей точки зрения я я лишь упомянул что ну может быть крохотная надежда на это есть да нет нет это было еженедельник свободная республика газета для свободных от предрассудков людей здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы свободная республика для тех кто хочет знать правду мы не торопимся с выводами мы знаем что творим документ времени свободная республика в ближайшем киоске все эти события что ни одно министерство наше не отреагировала никак вообще себя они не проявили именно на неминкульт никто вообще на все вот эти запреты на все эти скандалы на ночные клубы же отреагировали но там или саджи пошли проверять сейчас мы говорим за вот честно говоря просто не хочется человека обижать но но после тех монологов которые записал в инстаграме камин саидов да ему надо было бы давать статус чему года потому что ты сначала говоришь а потом ты даешь задний ход да вообще никаким дагестанским понятиям такие вещи нельзя вообще не по пацан да конечно раз взялся говорит говорит держи эту позицию до конца нормально делай нормально будет вот именно вот так здесь у меня есть занятная статистика она конечно особо не относится к итогам года но все же так провели исследование чтобы узнать где самый высокий и самый низкий айкью в россии так вот средний айкью по всей стране девяносто восемь целых восемь десятых процента и самый низкий айкью я думаю вы догадываетесь в дагестане восемьдесят девять целых и семь десятых процента я напомню девяносто восемь против восьмидесяти девяти хайваний показатель не только в целом по стране но и по северному кавказу тупые нет опять же до средняя температура по больнице ну нужно почитать средний айкью ну ладно букс зато у нас тут и рвался на ножки выигрывают и по какой-то как после хасавюрта который признан как самым удобным для проживания экологическим благополучным благополучным благословенным городом после хасавюрта после этой статистики мы вообще ничему не верим детишки тоже честно выиграли молодцы почему вы сейчас а вы сейчас вообще о чем мы говорим о херне которую публикуют под видом статистики зачем отрицаете глупости глупости не надо отрицать да не всегда будут это кто-то так конкретно на дагах выместил свои обиды и и кого они опрашивали вот интересно таких данных у меня нет просто большая карта российской федерации и много тупистан даже на чукотке получается умнее даже людей меньше ну а вы сами вот вы какую бы номинацию ввели вот вот сюда вот в эти итоги года ну тут и война и блокбастер года были можно было добавить драку года до фамилия до фамилия мухтар хадулаев амиров вот не хватает во всем виноват хабиб нурмагомедов вот не надо было понимаете да вот вот опять хабиб вот а был ли там вот этот удушающий прием вот хадулаев амир не на самом деле сам интересно что там было мне очень интересно кто взял кого на удушающий посмотреть одним глазком посмотреть прыгнул ли кто-то из них потом камерном виде нигде не было там это в каком-то учреждении а вот же вот же вот же вот же кто у нас все это видел кто наблюдал я не видел это очень также как вы слышу доставьте видел видели якобы работники издательства дагестан якобы ну одна сторона говорит что событие было и было не меньше десяти свидетелей вторая сторона говорит что события не было что сейчас сейчас вроде как вроде как подано заявление в следственный комитет вот пусть от этого от хадулаева понятно значит билотики хотя бы стоял не писал я бы не никогда не подумал что мухтар амиров может кого-то побить ну ладно только было ничего не было были показаны синяки побои что нибудь но он же когда выступал в прямом эфире у себя фейсбуке в тот же день по моему не мухтар амиров нигде не выступал был расцарапанный вот продажа действовала царапина здесь какая-то у него пытались забить пилкой для ногтей нет горит когда у нас свалка получилось на полу там видимо что-то они там делали потом боролись или царапались что там происходило я же не свидетель как жаль что мы этого не увидели хотя драку года могла бы быть и малико какие-то джакаева и фатима арабова вы пользуетесь тем что магомед тагира с нами сегодня нет да он бы вас прервал тагиру хорошо тагир все-таки решил поехать отдохнуть в москву тагиру будет замечательно он кстати передавал всем салам алейкум хотите мы даже позвоним тегер да не будем мы ему звонить да пошел а вот может быть за джи тоже все-таки скажут все-таки был у нас так и многострадальный пить я подозревал вас в страшных вещах вот именно именно эти вы мне всегда нравились но что вот чего чего упасите и помилуйте господи я вообще в принципе не футбольная болельщица я вообще не спортсменка я человек антиспорт ну очевидно вы понимаете от же это ведь не только спорт это еще наша общественная жизнь это все-таки лицо нашей республики лицей и вообще это очень выстраданный клуб так очень многострадальный клуб и скупую скупую свою запустите вот вот что вообще вот этот анжи бедный господи сколько он отмучился сколько он видел сколько он сколько я порезал сколько перерез вы смазали такую концовку так и что же теперь будет саджи если мне кажется об этом надо спросить я тоже не футболист который тоже вот как которого тоже можно подозревать кто-то будет складываться в этот априори без перспективный проект зачем не вкладываться они для республики что-то сделали и ну санжи просто как сказать это же проблемы не вчера началась это же как бы история такая долгая и там много не то чтобы она нудная она правильно она многострадальная там много факторов и так в одной части все не решишь я думаю да самое важное кто будет решать кому это нужно да никому это не вот тогда анжи живи окей отлично хэштег подписываемся да но даже если мы не болельщики я другое хотел сказать что на фоне всех этих итогов все-таки мне больше всего нравится и собственно говоря и лицо ли нам нравится больше и вот есть кино молодец есть кино сын да вот просто хотелось еще раз ее поблагодарить за то что она у нас есть вот в этом случае момента герда же матч сказал а давайте ей поаплодируем мы не будем ее платят того оснать вы как-то заскучали а вы какую номинацию года ввели бы от себя лично игре итоги года не подводил потому что мне кажется итоги года подводить рано да это мейнстрим такой да я в своем материале газете республика в принципе достаточно откровенно об этом написал что по моему усиливающемуся вот как бы впечатление у меня что на самом деле салман дадаев является к кандидатурой достаточно таки навязанной извне и вовсе его никто не искал и местные элиты пытаются сопротивляться никто его не искал и не просил а его просто навязали вот и местные элиты не имеют возможности сказать нет тем силам которые его навязали но при этом палец в одно место вставляют понятное хорошо так вы очень объемно ответили на заданный вам вопрос сейчас самое время почему вот вы мне наступали на ногу а то верно достаточно никогда не наступаете ну я же приторможу вы ему завидуете я поняла давайте все таки перейдем к смс еженедельник свободная республика газета для свободных от предрассудков людей здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы свободная республика для тех кто хочет знать правду мы не торопимся с выводами мы знаем что творим документ времени свободная республика в ближайшем киоске что можно сказать о людях которые в сквере нагомидова от арчи до калинина провандалили лампы освещения установленные вдоль парка по траве такой чудный сквер создали но в этот город понаехали настолько невоспитанные некультурные люди что слов приличных нет установите скрытые камеры чтобы эти воры не ушли от наказания и если не можете защитить сквер проведите электричество чтобы разок шандарахнула и пусть очень душевные пожелаем добрый я вытворял а тебя хочу сказать извините конечно у нас до сих пор на дорогах скрытые камеры не поставили они везде есть места где они стоят вот просто в изобилии эти камеры там разбитая дорога и человек должен объезжая задеть двойную сплошной вот там камера стоит заделать дорогу денег нет а вот поставить камеру и поймать нарушение там лечит не мог по-другому с территориальными округами в дагестане сложилась парадоксальная ситуация видимо северный и южный дагестан чем-то провинились перед махачкалой так как здесь по предсто перестали работать интересно с чем это связано или пусть все работают или пусть все закроются а то получается дискомбинация какая-то по региональному признаку я даже не в курсе что это произошло и осведомленные пишут о самом видимо да видимо у нас принтер у нас да все нормально депутат валуев порадовал нас своими откровениями оказывается в бедности ничего плохого нет и не нужно этого стыдиться интересно если бы этот депутат с пробитыми мозгами сам оказался бедным или же ему к примеру нечем было кормить своих детей как бы он в таком случае себя повел пошел по грузчикам работать не вот большая конечно большие перспективы зло берет когда читаю материал о работе депутатов они что до сих пор были слепые или людей за дураков держит хаторический очень хорошо я просто в пустоту кричит у меня тоже такая долгоиграющая но исполненная сарказмом например этом пронизанная болью смс к подписью таким трогательным словом родители как в республике стали бережно относиться к природе ежедневно тоннами извлекают ил со дна озера огель бескорыстные и внимательные у нас чиновники а озеро наверное золотое раз об его дне так заботятся чего не скажешь о парке на берегу возле бетонного корабля эта часть сквера в заброшенном состоянии владимир адуальевич каждый из новоприбывших руководителей как минимум дарил нам скверы обещал порядок и клялся в честности надежда на вас большие планы тоже а мелочи вроде парков дарят людям веру во власть не пройдите мимо просто слезы слезы смс как крик души спасибо большое то нас значит мне кажется что в вашем исполнении она звучала особенно трагично вы вы очень хорошо сыграли и здесь даже придирчивая регина шофеевна не может сказать все традиционно вообще скепсиса нет меня вот сказать что удивляло повелось так в принципе спокон веков что надо создавать фонды строить скверы мечети открывать какие-то новые министерства я хочу сказать люди слушайте правитель это не то что он вам построит это то что он в общем созидает понимаете дает возможность возможность другие может быть строить вам дает деньги понимаете какие-то вам дает веру светлое будущее почему вам обязательно что вам где-то плиткой уложили вот не могу я это понять хоть вы меня стреляйте а не будем вас стрелять не понимаете космические то корабли бороздят там чего-то а вот так уж лишь пачкаются сегодня так понимаете он должен быть вездесущим они где-то сквер построил понимаете спасибо вам большое что нет все 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 нормально у регина шофеевна бывает она должна душу вложить сейчас подумала все кто за последнее время сквер построил все же сидят и брать и общей работы организации читаю что она людей шучу не банан нас банан года банан вот по моему убеждению по моему убеждению по моему скромному убеждению все-таки я бы банан недели это отдал бы года я не знаю там столько балла там ящиками надо раздать потому простите вера лига я бы отдал на бюле карачаев он прекрасен так бы и смотрел бы бесконечно как он мусор убирает набила абдулманапович по моему так все так следующий кто у нас в регина шофеевна вы кому отдаете банан ой вот тут вот это загадочная женщина госпожа толстикова честно сказать вот самого первого дня ее назначение и по сей день я вообще не понимаю вообще как эта женщина там оказалась как-то кармически сложилось и главный у меня вопрос если вам просто как бы нужно было поддержать национальную политику то почему именно толстикова что больше у нас не осталось представитель нет почему у нас есть у нас есть гамалеи да уговали уже есть свое министерство толстиковой и тем кто ее назначал пусть разделят так но это сам ваш банан держите банан я так понимаю это негативном смысле правильно нет что в этом ваш выбор у меня банан акции понимаете поддержки кормежки поддержать ну кому бы вы отдали банан по итогам года недели кому как по но я думаю я не хочу показаться банальным это конечно блокбастер года потому что в любом случае эти события вообще это череда банан кто-то забирают это череда это череда событий есть уж совсем так пообъективнее добыть и толстикова перекрывает и всех остальных потому что но это прям прям беспрецедентно это в целом для страны это событие чтобы про это не говорю намерла на сломать такого масштаба именно аресты и череда и чистота самих как говорится уголовных дел которые возбуждались в отношении высокопоставленных человек лефортова за себя наверное я таки не буду говорить конкретно только за дагестан до посадки и многочисленные это все плохо ужасно но хочу вручить банан года за прошедшие выборы президента страны просто без комментариев понятно то он чего прекрасно ну я этот банан бы хотел бы как лица вложить или положить правильно сказать самолет которым сюда будет лететь салман дадаев его ждет не просто махачкала как добро пожаловать в ад в ад потому что тот то степень и иезуитства который вы здесь ждет она может быть даже оказаться страшнее и фаритов того мордока на улице понятно я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего ужина негодяев это была славная охота увидимся на следующей неделе всего доброго и и и и и и и и и